Девятого марта не только в нашей стране, но и во всем мире отмечают день рождения первого человека, покорившего космос, Юрия Алексеевича Гагарина. За свою короткую жизнь в 34 года он успел совершить невозможное и открыл дорогу к звездам. Первый человек в космосе стал олицетворением достижений СССР и гордостью страны. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области в обычной семье. Папа будущего летчика-космонавта трудился плотником, а мама работницы молочно-товарной фермы. Помимо Юры в семье подрастали еще двое сыновей и дочка. В 1941 он пошел в первый класс, но уже через полтора месяца началась война. Дом Гагаринах немцы превратили в мастерскую, а многодетную семью выгнали на улицу. Почти полтора года они прожили в землянке. После освобождения деревни перебрались в Гжатск, где мальчик продолжил обучение, после чего поступил в Люберецкое ремесленное училище и в вечернюю школу рабочей молодежи. Получив специальность формовщика-летейщика, пошел в Саратовский индустриальный техникум, а спустя три года впервые оказался в городском аэроклубе и почти сразу же твердо решил стать летчиком. Поступил в Оренбургское летное училище, а в конце 1959 года Юрий Гагарин в звании старшего лейтенанта написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Медкомиссия признала его годным, и в марте 1960-го он выехал на новое место службы. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. В отряде по подготовке космонавтов было 20 лучших претендентов. Позднее среди них выделили шестерых – Юрия Гагарина, Германа Титова, Андриана Николаева, Григория Нелюбова, Валерия Быковского и Павла Поповича. После ряда тестов и экзаменов комиссия рекомендовала к полету Гагарина. Всех членов группы утвердили в должности космонавтов, а его сделали командиром отряда. И вот в начале подъема ракеты «Восток» Юрий произнес свое крылатое «Поехали!» и с космоса он вернулся народным героем. Спустя три года Юрий Алексеевич поступил в военно-воздушную инженерную академию, а в июне 1966-го приступил к тренировкам по программе «Союз». 27 марта 1968-го вместе с опытным инструктором Владимиром Серегиным он выполнял обычный тестовый полет на МиГ-15 при плохих погодных условиях. Когда самолет приближался к посадочной полосе, связь оборвалась. Доклад о расследовании гибели летчиков занял 29 томов, но был засекречен под предлогом, что эта информация расстроит советских граждан. Имя Юрия Гагарина стало символом мужества, мерилом подвига. Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир, дал людям веру в их собственные силы, в их возможности.